В послании к евреям написано, оставивши начатки учения, поспешим к совершенству. Или в современных переводах сказано, поспешим к зрелости. Когда мы читаем послание, мы понимаем, это не приговор, это лишь состояние людей. Да, есть те, кто больше на материальном зациклен, для кого вот их достижения имеют чрезвычайное значение. В чем же происходит рост для таких людей, которых можно давать саркики, да? Осознание, как бы я хорошо не устроился на этой земле, земная жизнь такая короткая, такая короткая. В молнии кажется, что она будет идти, идти, идти. Нам сейчас с супругой по 50 с лишним лет ощущение, что все просто пролетело мгновенно. И, конечно же, да, как говорили древними, момента моря, помни о смерти, когда ты осознаешь краткость жизни, как все быстро получается и быстро заканчивается. И ты понимаешь, что через какое-то количество, когда ты умрешь, через некоторое количество лет, ну, о тебе будут еще говорить, а потом уже только близкие говорить будут, а потом уже и близкие частично умрут, и о тебе там, ну, кто-то иногда будет вспоминать. И через 50 лет никто не будет помнить вообще, что ты был. Максимум там где-то фотографии будут. Какие-нибудь праправнуки будут спрашивать, а это кто? И мама будет, это не помню, вроде бы твой прапрадедушка или прапрадедушка, ну, кто-то там вот был там такой. А через 100 лет и фотографии не будет. Чего фотографии трупов дома держать неизвестных нам? Все поубирают их, вот и вся жизнь твоя. Когда ты начинаешь об этом думать, вы знаете, многие вещи, о которых ты сегодня переживаешь, перестаешь о них переживать. Потому что когда ты осознаешь, что где-то лет через 100 меня и все мои дела забудут, а я сейчас спарюсь из-за того, что там какой-нибудь Федя обо мне что-нибудь не так сказал, а сестра Маша с Федей согласилась, ты вдруг понимаешь, какая ерунда, которой я забиваю себе голову. Когда ты понимаешь, что в краткой жизни словно мир расширяется только от материальных вещей. Вот почему необходимо. Необходимо думать об этом. Необходимо. Для психиков точно так же важно перестать из своего разума, из своих пониманий делать Бога. Почему так много конфессий? Один вот так понял, а другой вот так понял, а третий вот так понял. Один вот так Библию прочитал, второй вот так прочитал, а третий вот так прочитал. Один говорит, вот так надо верить, и ты спасешься. Другой говорит, нет, надо так верить, и ты спасешься. А третий говорит, вы все полите чушь, надо так верить. И ты спасешься. И все мы разделены. Я Павлов, я Аполлосов, я из той конфессии, я из другой конфессии, я из третьей конфессии, и как будто конца края этому не видно. Но апостол Павел верил и писал о том, что возможен рост, возможно, изменение, возможно, зрелость, как человека, рождаясь младенцем, вырастает и сам становится уже отцом, так и мы, в каком бы возрасте, в каком бы состоянии ни был наш внутренний человек, мы призваны возрастать и совершенствоваться. И если вы в вашем возрастании достигли определенных каких-то вот, какого-то рубежа и на нем надолго задержались, то вы с определенного момента будете жить неудовлетворенной христианской жизнью, если не продолжите ваше развитие. К сожалению, огромное количество людей, которые пришли и жили только материальным, они дорастают до душевных христиан, и для них это как бы максимум. Но они же сильно изменились, и они, правда, будут сильно изменились. Они сейчас не только живут своим, они сейчас и другим как-то стараются уделять, и в благотворительности стараются участвовать. И смотришь, как-то жизнь их поменялась, и ценности как-то поменялись. И это очень здорово и радостно, когда появляются какие-то моральные вещи, и они уже какие-то вещи не будут делать, потому что это идет вразрез с их принципами. Раньше они молились Господу и делали как хотели, тут они уже понимают, нет, есть определенные принципы, есть определенные заповеди, которые не нужно приступать. Да, нужно иметь какие-то материальные благословения, но только честным путем, а не абы как, правдами и неправдами. И они как бы вот на этом уровне задерживаются, это максимум их развития. Но есть еще что-то, апостол Павел пишет, что есть духовное христианство, есть духовные верующие. Посмотрите, 1 Коринфянам 15 глава, 44 стих. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. 46 стих. «Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное». Да, начинается все с душевного, но можно возрастать в своей жизни, да? Как? Павел опять нас побуждает. «О горнем помышляйте, а не о земном». Спасибо. Продолжение следует...